Здравствуйте! В эфире «Время арт» – программа об искусстве и культурных событиях Витебска. Совсем недавно в художественном музее состоялась юбилейная выставка известного витебского художника Владимира Вольнова. Экспозиция приурочена к 75-летию автора. И сегодня Владимир Николаевич у нас в гостях. Здравствуйте! Здравствуйте! Я очень рад вновь встретиться в вашей студии. Выставка, которая состояла «Знаки души», она показатель, что вы хороший художник, что вы замечательный оформитель, потому что многие ваши коллеги, а это всегда, мне кажется, приятно, получать отзывы от коллег, именно отметили, как хорошо оформлена выставка. Тем более она представлена в трех залах. Да, да. И выставка посвящения. Да, это действительно выставка посвящения, выставка исповедь. Я показываю те работы, которые мной выстраданы за многие десятилетия, мое творчество. И вот это все выстраданное я сегодня, вернее, я показал в художественном музее на своей выставке. Многие присутствующие отмечали ваш современный подход к оформлению выставки. Ну, не говоря уже, сколько добрых слов звучало ваш адрес. Я предлагаю посмотреть отзывы, а потом мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу. В нашем прагматичном сокрытом мире так немного людей, которые раскрывают душу. Причем раскрывают душу не только близким, а стараются раскрыть душу перед всем миром. И вот именно к категории таких людей относится Владимир Николаевич Вольнов. Человек с израненной судьбой, с израненной душой, но в то же время такой искренний, открытый, добрый человек. И сегодняшняя выставка, юбилейная, посвященная 85-летию, так и называется – «Знаки души». С Владимиром Николаевичем Вольновым мы знакомы около 40 лет. Отрабатывая комбинацию мастерства и наше творчество проходили вместе. Это один из подвижников, художников города Витебска. И своеобразный, интересный. И среди калейдоскопов в городе выставок, которые проходят одна за одной, свиняющиеся, я думаю, что Владимир Вольнов – это тот художник, чьи выставки заставляют прийти, заставляют посмотреть. Потому что он всегда серьезно думает и много читает, и много знает. Это для художника очень важно. Художник известный. Наш художник – один из ведущих мастеров выставка, на которой собраны вещи очень разные. И всегда интересно Вольнова видеть, смотреть на выставках. Ну а его персональная выставка, она тем более особого внимания требует. Так что поздравления художнику и надежда на то, что все, что тут есть, на этом не остановится. Ну то, что понравилось, это мягко сказано. Как один сказал мой друг, товарищ, эта выставка должна остаться в музее. Она музейная выставка. Вельми приемно, что человек, таких, сдается, сталых годов, так молодым, так и молодым, так и молодым. Думая и так глобально отчувая наше житё. Человек эпоха, человек сусвет, человек, який охопливая от пауночной вёски до опошней вёски на Беларуси. Из их робить сусветного узровню думки философичные, вось такие творы, гэта не просто редкость, гэта знаходка, гэта счастье просто для Витебска. Тому, я думаю, что и тут так зашмат людей, так зашмат адмысловцев и просто завышайных людей, які пришли на его поглядеть, як завышайных рэчаў. И он робить знаки. Из этих знаков он робить знаки сусвета для будущих поколениў. Он глубоко профессиональний. Он владеет жилписью. Посмотрите, он левка сделает. Он не думает о композиции. У него композиции все рождённые и все попадают. Нельзя сказать, что оно хочется сместить влево-вправо. Они глубоко профессиональны. Профессионализм веет во всём. И инсталляция его, он не изгнался за моды. Потому что человек, наверное, понимает, что прямую линию стилизовать нельзя. Это дань моде и дань, как сказать, великому. Великому всегда легко приклеиться. А найти свой путь, пройдя через тернии, как говорится, к звёздам, это гораздо сложнее. И остаться верным... Его искусство — это большущее наше белорусское мастарство. Это неотъемлемая часть большой культуры. И причём, чем дальше, как говорится, во времени мы углубляемся, земля круглая, тем оно становится более современным, более актуальным и более правдимым. Субтитры создавал DimaTorzok Как ни у кого в ваших работах всегда читается, что болит, ваши раздумья, ваша радость. То есть они отвечают за вас, даже кто не знает, может уже представить, какой вы человек. И если вас интересует моё мнение, мне очень нравится, что это не пафосно. Знаете, даже социальные темы некие у вас звучат очень интеллигентно, без всяких лозунгов. Знаете, как у нас это зачастую принято. Взять вот даже эту тему «Вечные деревья». Вы посвятили там целый цикл, да? Да-да. Эта тема была ещё начата 20 лет назад, когда я отдельный зал посвятил состоянию природы в Витебске. И я сегодня рад, что многое из того, что было мною желаемо, сегодня исполнилось. Например, благоустроенные поймы реки Витьбы, благоустраиваются берега Двины. Это очень радует. Но ещё много возникает новых проблем, и нерешённых, и новые проблемы, которые возникают на сегодняшний день. Но у вас получается как настоящий памфлет. Вы и предложения свои вносите, и очень корректно их обозначаете, какие-то проблемные места, вопросы. Почему вот эта тема так волнует вас? Вот эта тема «Вечные деревья», «Старые деревья», которые зачастую иногда просто срезают, вырубают, чтобы освободить там, допустим, места какие-то, или свет в окна пустить. Да, это ведь один мудрец сказал, если хочешь узнать душу человека, узнай его детство. Моё детство в детдоме пришлось... Так уж получилось, что я вырос в бывшем помещенном доме, среди старинного липового парка, потом в бывшем женском мастере. Меня всегда окружали старые деревья, они же ведь хранители тех людей, которые жили в то время. Поэтому... А это больная для меня тема – сохранение старых деревьев. Ведь было бы очень хорошо, если бы в том же Витебске сохранялись деревья, которые были бы связаны с памятью Шагалова, Василия Быкова, Владимира Короткевича. Это только обогащает наше понимание истории, нашу связь с историей. Но вы вносите какие-то рациональные предложения, которые, на ваш взгляд, могли бы быть уместными? Да, вы правы. Я действительно там высказал ряд предложений, которые считаю, что вполне реальны на сегодняшний день. Например, затянувшаяся проблема с созданием парков в спальных районах. Когда-то была запрограммирована постройка, вернее, создание парка тысячелетия. К сожалению, это не получилось. Город разрастается, а в спальных районах парков нет. Но можно решать и проблему еще просто в каждом дворе нужно сажать деревья. Просто связаны элементарно с событиями. Например, Рождество, ребенка, свадьба. У нас есть традиция вешать замки. Но это красиво. Но завтра их красят краской. Мне кажется, посадка деревьев более была бы значима, более обозначала бы события, и было бы привязано конкретно с этим человеком, с той семьей, ради которой это было посажено. Это дерево было бы именным, и оно бы, естественно, носило уже отпечаток личности, того, кто его посадил. Ну, не просто же так, каждый человек должен посадить дерево, построить дом, родить сына. Абсолютно правильно. Это вот как раз укладывается в то чисто человеческое христианское понятие. Так что здесь ничего сложного нет. Конечно, нужно при благоустройстве дворов, конечно, максимально сохранять деревья. Ведь каждое дерево – это ведь фабрика кислорода. Город сегодня задыхается от обилия транспорта. И поэтому нужно беречь каждое дерево. Каждое. И совершенно иначе подходить к проблеме, скажем, пойму видьбы, где скашивается трава на склонах, откосах. Но ведь там же гибнут молодые побеги деревьев. Ведь все осуществляется самосевом, а мы просто своими руками это уничтожаем. Это хорошо, что вы поднимаете такие темы. И, как я еще раз повторюсь, что именно так не пафосно, а именно так очень интеллигентно. Еще одна святая тема, которая проходит через все ваши выставки – это гимн матери, женщины. Святая для вас тема, которой связана ваша личная история. И во время выставки, которая сейчас проходила в художественном музее, вы очень прекрасно сделали композицию, где вам помогли две наших витебские актрисы – Светлана Жуковская и Людмила Загребельная. Людмила Загребельная настолько потрясающе и мощно создала образ матери, которая получила похоронку. Меня довела до слез эта композиция. Я это слышал от своих, не только своих друзей, но дело в том, что на меня оно произвело потрясающее впечатление. Это просто блестящая сыгранная роль, немая роль, но блестящая сыгранная. Это действительно только мог хороший артист сыграть. И, конечно, я очень благодарен ведущей актрисе Светланы Жуковской и Людмиле Загребельной за то, что они мне позволили своим участием так эмоционально эту тему обозначить, тема «Матерей войны». Вот вы разглядели в Людмиле Загребельной такой образ мощный. Вот художественный руководитель театра почему-то не увидел его. Ну, мне посоветовала Светлана Жуковская, разумеется, конечно, конечно. Она мне прямо посоветовала привлечь именно эту актрису. И эта актриса сегодня, мне кажется, как бы из-за бытия вышла снова. Она показала все свои возможности. Я вот к тому, что ее уволили из театра. То есть так не положено в актерском мире. Тем более, когда такого диапазона актриса. Я к тому, что просто не могу об этом не сказать. Да, действительно, она показала во всей своей мощи артистической. Ну, тема женская всегда волновала и волнует художников. Недавно, буквально перед вашей выставкой, состоялась выставка минского художника Александра Шапо. Он представил целую серию, посвященную женским образом, начало. Я сейчас предлагаю посмотреть нашу рубрику «Флейц» с участием Александра Шапо. А затем мы продолжим нашу беседу. «Флейц» с участием Александра Шапо. Появилась у меня давно. И здесь, как в этой серии изображены женщины, которые повлияли на культуру, на искусство, на творчество, на историю искусств в целом. То есть я здесь, так сказать, присутствует и Жанна Дарк, и у меня и Офелия, и Сафо, и Фрида Кало. То есть, как бы, это такая, ну, избирательный такой образ. То есть я сам собирал их в свою коллекцию, потому что целенаправленно никого не делал из этих. Просто как образ обнаженной натуры вложился на тот или иной персонаж. Сначала сам образ явился, Жанна Дарк, то есть женщина-воительница, одновременно как бы и слышали святые голоса, потом она была канонизирована и так далее. То есть вот такое противоречие такое, как бы, возникшее. Она распята на своем же мече, да, с которым она пришла. И там терновый венец, который вивает этот меч, это как символ ее страдания. И сполохи пламени, которые обжигают ее и ее воинов, которые за нее шли в бой. И корона, которой она была увенчана, которая не, так сказать, ей так и не досталась. Фрида – великая мексиканская художница во главе не только искусства мексиканского, во главе и феминистических движений, и коммунистического даже движения. Она подругой Троцкого была. И общалась как с мужчинами, так и с женщинами. То есть, безусловно, Диего Ривера был ее мужем. Но тут у меня такая мексиканская тема развита была в этой работе через их, так сказать, праздник, поминовение усопших, праздник смерти. И на работе изображена не совсем Фрида, а подруга, которая пришла ее навестить. Фрида изображена в виде скелета веселого, который, ну, то есть, вы знаете, у них в Мексике смерть, ну, как правило, там и ходят в костюмах смерти, и они достаточно веселые. То есть, и праздник это такой, как бы, что с каким-то употреблением вина, музыкой громкой. Это вот веселый скелет, который подруга держит ее в руках. И называется картина «Она помнила ее поцелуи, Фрида, Фрида, шептали ее губы». Из недавних таких работ вот я делал «Алиса», это, так сказать, возвращение к детским сказкам и прочее. Но как и я, так и «Алиса» повзрослели. И это, как бы, «Алиса», которая одета в костюм кролика, которого она помнит. Это было самое лучшее впечатление в жизни. Жизнь, так сказать, ее уже потрепала немножко, но, тем не менее, вот эти воспоминания греют ее руки. И даже она сделала татуировки в виде морковок у себя на руках. Поэтому, ну, как, такая, как бы, комичная история, которую мы помним. Все Льюис Кэрол, Алиса и, опять же, «Тигровые лилии», которые ее окружают, спрашивают. Жаль, что не с кем здесь поговорить. А «Тигровые лилии» отвечают, а было бы с кем. То есть, эта серия не одного года, эта серия более десяти лет, так сказать. Я занимаюсь литографией, и она длится. Из этой серии, так сказать, работы выставлялись и в Амстердаме, и в Нью-Йорке, и на Кипре, там, в Германии, в Диссюдорфе. Ну, вот, пришла, так сказать, череда для Витебска. Потому как Витебск – моя родина. Я родился здесь. И для меня, ну, то есть немаловажно было здесь, так сказать, показать свое творчество. Какие темы еще вы представили в экспозиции? Обозначьте их. Их много было, потому что я, может быть, сейчас что-то упущу. А что бы вы хотели отметить особо? Ну, помимо темы, связанной с матерям, материнство, женщины, потому что это тема святая, я считаю. И другая тема, конечно, для меня очень важная – это тема крестьянства, загубленного крестьянства. Сегодня можно об этом говорить. В этом году исполнилось бы сто лет моему отцу, поэтому он крестьянин. И я посвятил целый зал экспозиции, посвященный крестьянству, где представил не только свои живописные, графические работы, инсталляции, но и показал собрание крестьянского утвари, что я собрал на Русском Севере, куда я совершил много поездок. И мне кажется, эта экспозиция именно в этом художественном музее прозвучала как никогда для меня емко. – Вы же участвовали в целых экспедициях, собирали предметы старины, путешествовали, странствовали, как говорят, по этим деревням, общались с жителями. – Да. Помимо того, что, конечно, я и в Белоруссии это делал, но в силу многих причин, поскольку здесь была война, конечно, здесь многое не могло сохраниться. На Русском Севере, конечно, в старых заброшенных домах я находил очень раритетные вещи. Например, корзину нашел с бумагами, пролежавшие 70 лет до революционной, газеты 18-го года Роспутского учредительного собрания, листовки временного правительства, большевистские листовки по выборам в учредительном собрании. Это далекая история, но когда ты обращаешься к этим документам, ты видишь подлинную историю нашего становления советского государства, видишь всю ее и драму, и ту надежду, которая возлагалась на это явление Октябрьского переворота, которого потом именовали Октябрьской революцией. Эти все документы я представил на выставке, и все вот эти раритетные вещи, собранные мною, газеты, журналы, я дарю областному архиву и Краеведческому музею. Помимо того, что дарю 10 картин художественному музею, как это я всегда, в общем-то, делаю, но в данный момент это более щедрый мой, так сказать, подарок художественному музею. Ну, что говорить еще о другой теме, конечно, меня очень волнует сегодня проблема детей, поскольку я сам вырос из детдома, я сотрудничаю с детским домом, принимаю участие в акции по сбору средств на приобретение автобуса. Вы приезжаете туда? Ну, я хожу к ним, ну, и регулярно делаю взносы, поскольку им нужно действительно, им крайне необходим автобус, для того, чтобы они могли совершать поездки, и как за город, и туристически, без транспорта это невозможно делать. Вообще, конечно, это драма, драма сегодняшняя, как бы детские дома сегодня, это бич времени, их не должно быть, ведь почти 90% детей имеют живых родителей. Для нас, послевоенных детдомовцев, это вообще трудно понять, мы же все были лишены отцов и матерей, поэтому я считаю, эта тема очень больная, она связана, конечно, с тем, что с падением нравственности сегодня в обществе, с алкоголизацией, с возрастающей наркоманией, конечно, это просто, это просто трудно представить, чтобы в наше время такое могло происходить. А вы знаете, вот после вашей выставки я шла пешком, и знаете, о чем думала? Вот обычно говорят, в семье закладываются все основы воспитания, а иногда же, вот сами понимаете, хорошая семья, а вот ребенок, допустим, ну не совсем, как говорится, удался в том плане воспитания, что не интересуется, не живописью, не читает, ну не дай бог еще хуже, каких-то там у него уклонов. А у вас, как вам удалось сохранить в себе вот эту цельность души, вот эту поэзию души, любовь к прекрасному? Кто вам помог в этом сохранить и пронести через всю вашу жизнь, вашу интеллигентность, эту природную? Вот действительно это в генах, либо это, я не знаю, кто повлиял на вас? Мне кажется, поскольку теперь я могу сказать, наверное, в генах, потому что есть мудрое выражение, что воспитание дает семья, а государство дает только образование. Это я абсолютно уверен в этом. Но пробудившийся рано интерес у меня к художественному творчеству, ну, наверное, связан с тем, что, конечно, я жил в детдомах, которые находились в природе. Это очень важно, конечно, потому что природа всегда дает много повода для размышлений. Природа – это ведь красота. Ты красоту впитываешь каждый день, ежедневно, смена каждого дня, смена циклов, весна, лето, осень. В городе это не так эмоционально воспринимается, как в деревне. Конечно, поэтому душа ребенка, выросшего в деревне, на природе, она более богаче, более эмоциональнее. Ну, а в остальном, мне кажется, это есть, наверное, что-то генное, потому что потом, когда я нашел отца, казалось, что моя двоюродная сестра училась в художественном училище. Так что, мне кажется, это что-то перешло по генам, на генном уровне. Я тайком, помню, в детдоме журнал «Огонька» тайком вырывал внутренние вкладыши, где печатались картины. Помню, первая картина – это Венецианово, как же называлось, то ли Мадиско, то ли… В общем, я был потрясен, конечно, этой работой. То есть, изобразительное искусство вас всегда притягивало. Да, 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 да. И вот я считаю, что вот эти моменты, что сегодня какой-то… Ну, может быть, мы сегодня заложники вот этого информационного бума, в котором очень трудно находить те нравственные, те духовные ценности, как это было раньше. Темп, наверное, другой задан. Да, темп, конечно, сегодня очень бешеный, очень бешеный темп жизни. А какие художники оказали на вас влияние? Все-таки, ну, понятно, учителя были, наверное, свои, кто вас там в УЗИ готовил, кто-то, может быть, по жизни вы столкнулись с кем-то. А вот все-таки ваши, допустим, какие-то кумиры, образцы в живописи, я не знаю, в скульптуре, графике? Да, конечно. Ну, бесспорно, это прежде всего представители реалистического искусства. Так сказать, художники-передвижники. Мне кажется, тогда это была общая канва в пристрастии в художественном мире. Мне кажется, иных у нас и не было. Тогда же не было современного искусства, то, которое сегодня существует. Не знали ни Матисса, не знали ни Шагала, ни Пикассо, не знали. Знали мы Левитана, Репина. И мне кажется, Левитан, конечно, на меня наиболее мощно оказал, потому что он все-таки художник печали. А печаль в моей душе – это первооснова. Ведь мой, собственно, девиз – это боль, раздумие, радость – это мои слуги, которые мне постоянно напоминают о том, что я живу. Вот это мой девиз в жизни, да. Можно сказать, характеризует всю мою душу. Но позднее, когда я стал учиться в институте, конечно, стал познаварше. Границы стали расширяться познания, современное искусство, Матисса, Пикассо. Но я считаю, что все-таки вот эта первооснова, заложенная мной в детстве, которая, оно до сих пор для меня является стержнем. До сих пор, до сих пор. А вы знаете, что в этом месяце в художественном музее будет экспонироваться выставка Робот, Сальвадора Дали и Пабло Пикассо? Да, да, это очень даже интересно мне после вот таких реалистических работ видеть представителей современного искусства. Я, допустим, вот, ну, просто с восторгом ожидаю этого и вот пользуюсь случаем признательно Ольге Акуневич, которая сделала все возможное, чтобы эта выставка у нас состоялась. И благодаря ее трудам вот экспозиция будет проходить в художественном музее. А у нас как раз сегодня Пабло Пикассо является и героем рубрики Ольги Шиманко «Слайд». Давайте посмотрим, а потом продолжим нашу беседу. Субтитры подогнал «Слайд» Обычно съемкой руководит фотограф, но порой натурщик настолько своеобразен и необычен, что идеи снимков рождаются на ходу, а модель и автор становятся равноправными творцами кадра. Эти слова, несомненно, можно отнести к знаменитому испанскому художнику Пабло Пикассо, который запечатлен на пленке самых известных фотографов своего времени. Искусство быть не просто творцом великих произведений, но и творцом жизни. Пабло Пикассо – одна из интереснейших фигур в истории. По воспоминаниям современников, Пикассо обладал невероятной жизненной энергией и отличным чувством юмора. А его дружба со многими знаменитыми фотографами позволила запечатлеть это на фотоснимках. Самый известный и тиражируемый портрет из всех фотографий художника создал фотограф Ирвин Пен. Пикассо в шляпе и пальто с поднятым воротником выглядит особенно загадочно и таинственно. Композиция кадра подчеркивает цепкий взгляд художника. Фотограф Дэвид Дуглас Дункан много фотографировал частную жизнь Пикассо. Они были близкими друзьями, и художник никогда не запрещал съемки. Дункан издал семь книг с фотографиями Пабло Пикассо. Еще одна книга «Мой друг Пикассо» создана фотографом Люсьеном Клегом. Будучи молодым 19-летним фотографом, он осмелился показать свои работы художнику, и это определило его будущую судьбу. Среди огромного количества работ Клега особое место занимают портреты Пикассо. А сам художник стал его другом до самой смерти. Похожая история произошла между Пикассо и Андреа Вилье, который в юности встретил знаменитого мастера и попросил разрешения сфотографировать его. Впоследствии Вилье стал известным фотографом. Ему довелось заснять Пикассо в различных ироничных образах, самодельных масках и костюмах. Другая известная фотография-шутка была сделана фотографом Робером Дуано в доме Пикассо на Виле Галуа. За обедом фотографа заинтересовали странные формы булочки, и он отправился к пекарю, который поставлял художнику хлеб. У пекаря он узнал, что эти булочки называются «руки Пикассо». Купил несколько штук и вернулся на виллу с идеей сделать снимок. Фотография понравилась художнику. Он любил забавные образы и сам постоянно шутил. Интересный творческий союз получился у Пикассо и фотографа Гиона Мели. В то время фотограф проводил эксперименты с фотографированием движущихся светящихся предметов. На пленке застывали световые следы, висящие в воздухе. Пикассо загорелся идеей опробовать этот интересный прием на себе. В итоге получилась известная серия «Пикассо рисует светом», опубликованная в журнале «Лайф», где работал Гион Мели. Серия особо интересна тем, что показывает эмоции художника во время работы, которые обычно остаются за кадром. Фотографы-современники Пикассо создали уникальную летопись его яркой жизни, о которой интересно вспоминать не только его близким. Благодаря этим снимкам ясно, что жизнь великого художника была не менее яркой, чем его полотна. Владимир Николаевич, а вы тоже увлекаетесь старинной фотографией, вы же собираете, да, и используете потом их в коллажах, вот они представлены были тоже в экспозиции. Да, я собираю в принципе все, что связано с отражением эпохи того времени. Конечно, фотография несет еще особый отпечаток, потому что это лики того времени, особенно крестьянские лики. Ведь в фотографиях того времени запечатлена подлинная история крестьянства того времени. Поэтому, конечно, я всегда стараюсь их включать в экспозицию своих коллажей. И очень хорошо смотрятся они там. Да, да, да. А на чем вы сейчас работаете? Что в дальнейших ваших планах? Впереди лето, природа, которую вы благотворите? Ну, вы знаете, я хочу сейчас отдохнуть на природе. Я хочу… Все-таки я давно начал разрабатывать тему язычества, да, древняя земля, связь человека с землей. Для меня сегодня эта тема, поскольку я живу в городе, и поскольку сегодня происходит процесс урбанизации, который невозможно уже остановить, сегодня связь человека с землей становится крайне важной. Потому что как бы через языческие верования я соединяюсь с землей, через христианские верования я соединяюсь с людьми. Вот эту вот связь я нахожу в себе как две части моей души. Составляющие. Да, две составляющие части моей души. Поэтому я сейчас уеду на природу, постараюсь быть вне как бы возможности цивилизации, чтобы впитываться, вставать с восходом солнца, как говорится… Напитаться. Да, напитаться, да, напитаться красотой природы, напитаться, конечно. Ну, а в планах есть какая-то выставка, тема, которая бы сейчас… Ну, многие говорили, что тема войны, вы бы хотели немножко уже отойти от нее. Какие темы, вот на ваш взгляд, вот вам сейчас бы хотелось отразить в своем творчестве? Да, тему войны я считаю, что я для себя закончил, потому что почти 40 с чем-то больше лет я работал над этой темой. Сейчас я… На будущий год у меня запланирована в художественном выставке уже согласована выставка, посвященная Витебску. Где я, конечно, отражу проблемы как проблемы состояния урбанизации, так и проблему природы, взаимодействия природы и городской среды. Вот это… над этой темой я буду работать, когда немножко отдохну душой на природе. Ну, вы это заслужили, тем более после такой удачной выставки, которая состоялась в художественном музее. А я благодарю вас за участие в нашей программе, за то, что вы человек слова, держите свое обещание. Спасибо вам успехов творческих, здоровья. А я вас благодарю за то, что вы всегда оказываете внимание к моим выставкам. Это меня не только радует, но и в чем-то меня уже обязывает. Это дает мне возможность строить новые планы и, естественно, эти планы выполнять в своем творчестве. Расставаться сегодня мы будем под подмосковные вечера. Да, именно об этой советской, одной из самых известных песен не только у нас, но и за рубежом, поэта Михаила Матусовского и композитора Василия Соловьева-Седова. И пойдет сегодня речь в рубрике Дмитрия Маркова. Эта песня долгие годы служила визитной карточкой Советского Союза. По количеству исполнений она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. А поначалу даже авторы посчитали ее творческой неудачей. Сегодня рассказ о песне «Подмосковные вечера». В разгар летних отпусков 1956 года тандем известных авторов, композитора Василия Соловьева-Седова и поэта Михаила Матусовского, получил срочный заказ на оформление фильма к предстоящей летней спартакиаде народов СССР. В режиме аврала, не имея ни времени, ни желания, авторы слепили небольшую халтурку, пустили в ход свои старые заготовки и заброшенные темы. Так одной из песен фильма стали «Подмосковные вечера». Ее предложили Марку Бернесу. Тот, не имея ничего против музыки, о словах выразился довольно прямо. «Смотришь искоса, низко голову наклоняй, ребята. От такого взгляда я бы тоже онемел». В результате запись сделал Евгений Кипкало. Относительно музыки Соловьева-Седова на киностудии сказали буквально следующее. «Уважаемый Василий Павлович, мы послушали песню и не узнали вашего таланта. И не уверены, стоит ли вообще включать ее в фильм. Авторы не сильно огорчились, поскольку были готовы к подобной оценке своей дежурной работы. Но времени на создание нового произведения просто не было, и «Подмосковные вечера» утвердили при условии, что песню запишет другой певец. Взявшись за голову, Соловьев-Седой шел по коридорам Узфильма и столкнулся с актером «Хата» Владимиром Трошиным. Композитор буквально затащил артиста в студию и дал в руки текст. Трошин обладал мягким, теплым голосом и недаром впоследствии получил звание народного. Он понял, что исполнять лирическую песню нужно не открытым вокалом, а задушевно, повествовательно. Но это еще не было успехом. Став музыкальным сопровождением в сезонном документальном фильме, песня успешно легла вместе с ним на полку. В народ она ушла благодаря аранжировщику и дирижеру Виктору Кнушевицкому, под руководством которого состоялась вторая запись подмосковных вечеров для популярнейшей радиопрограммы «С добрым утром». А поскольку в те времена проводное радио было вне конкуренции и вещало на всю страну, Владимир Трошин проснулся знаменитым певцом, и до конца жизни мало кто помнил о нем, как об артисте «Хата». Подмосковные вечера в прямом смысле прописались на радио. Тема популярной песни стала позывными радиостанции «Маяк», первой в стране, вещающей круглосуточно на весь мир. Соловьев-Седой с удовольствием шутил о том, что каждый час ему в карман капает 20 копеек авторских. В июле 1957-го Москва принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Подмосковные вечера исполнялись буквально повсеместно. Годом позже на международном конкурсе имени Чайковского американский пианист Ван Клиберн в финальном галоконцерте исполнил свою версию подмосковных вечеров. А в 1964-м уже на конкурсе в Италии Анатолий Соловьяненко, спев «Подмосковные вечера», завоевал вторую премию. Итальянская пресса окрестила успех советского певца невообразимым. Это также дало мощный импульс к международному распространению песни. На протяжении полувека ее поют во всех уголках планеты. Сложно найти объяснение как бурному, так и длительному шествию по планете этой незатейливой песенке. Но именно подмосковные вечера наряду с Катюшей и Калинкой иностранцы до сих пор называют в числе известных им русских песен. Перед началом нового столетия Маяк предложил своим слушателям назвать 10, по их мнению, лучших песен 20 века. Чемпионом стали подмосковные вечера. Музыка На этом я с вами прощаюсь. Интересуйтесь искусством, ведь, как говорил Пабло Пикассо, искусство помогает смывать пыль повседневности с души. Всего вам доброго, до новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У першыню у Беларуси у Витебским Мастацким музея экспонуется персональная выстава работ одного из самых яскравых представников авангардной скульптуры 20-го ста годзя Осипа Цаткіна. В экспозиции некалькі оригинальных акварельных работ, литографий и маленькая скульптура с бронзы «Малая пьета». Наманструяцца таксама паштовка Цаткіна с Парыжа своему настаунику Юда Люпэну. 14 липеня спаўняецца 125 год зня нараджэння Осипа Цаткіна и гэта выстава першы кроку вертанні памяті об своім блудным сыні нарадзіму. Калекцію лепшых ігравых краткометражных фільмів свету апошніх год, які сталі перамушцамі ці номінантамі самых прэстыжных прэмі і кінофестывалю, убачылі глядачы ў Витебску. Праграму «Світ короткага метра» сполучае разнастайны жанру, оригінальны сюжэтных ліні і яскраву ігру актёру. Глядачы змаглі ўбачыць шэсь замежных фільмов, які ішлі на мові оригінала з русскімі субтітрамі. А таксамай фільм беларускага младога рэжэсёра Сергія Каласовскага. Галоным крытэрэм адбору ў колекцію ў першу чаргу было адлюстравання ў караткометражцы беларускага менталітэту. Галонай падзея гэта гэтыдня застаецца Межнародный фестываль мастацтву «Славянскі базар» ў Витебску, адкрыцё якога адбудзіцца 9 ліпіня. Асаблівысьцю сёлятніга форуму стане правядзінні сісіі сусветны ассаціація фестывалю, што на думку спецэціалісту наддаць новы імпульс межнародному фестывальному руху. А распачнецца фестывальная праграма па традицій ўрачыстым концэртам ў лэтнім амфітеатры. Сяродзорак, які і прымуць ў іму дзіл Валеры Меладзе, Валеры Лявонтів, Ірына Аллеграва, Григоры Лепс, Ядвіга Паплаўска і Александр Тихановіч, Дмитры Маліку, Леулешэнка і іншыя. Театральні сустрэчы адкрые театральная кампанія «ФИТ» с атерычным спектаклем «Фаіна Птушка, якая лунае ў клеццы». Угаловны ролі Светлана Каркошка.